Международная группа исследователей под руководством Джулии Зейрат и Александра Чебалина из Каролинского института в Стокгольме совершила открытие, обещающее облегчить жизнь миллионам людей во всем мире. Речь идет об обнаружении фермента, управляющего процессами усвоения клетками глюкозы и жиров, а также их переключением с одного источника энергии на другой. Именно недостаточная активность генов, кодирующих этот фермент, способствует развитию столь распространенного в наше время недуга, как сахарный диабет второго типа, проявляющийся в хроническом повышении сахара в крови. Это происходит вследствие снижения чувствительности тканей и внутренних органов человека к важнейшему гормону – инсулину, поддерживающему на постоянном уровне концентрацию глюкозы в клетках. При диабете второго типа призывы инсулина к пополнению запасов глюкозы остаются без ответа, клетки не извлекают глюкозу из крови и в итоге ее уровень повышается. Шведским ученым удалось выявить фермент, снижающий восприимчивость клеток к глюкозе, в результате чего ее уровень в крови повышается. Снизить концентрацию глюкозы можно в частности за счет интенсивной мышечной нагрузки.